всем доброго дня сегодня мы вяжем с вами мушку под названием кодис пупа или куколка ручейника вязать будем на крючке arex fw 521 установим крючок на губки тисков и установим с вами наш первый элемент это глазки мушки для этого нам понадобится леска для этого буду использовать обычную флюрокарбоновую леску толщиной 0.35 отрезаем небольшой кусочек он продемонстрирую и обжигаем с двух сторон и проделываем ту же операцию с противоположной стороны и уберем пока глазки немного сторону и для начала зафиксируем монтажные монтажные буду использовать юни 80 темно-коричневого цвета фиксируем у колечка излишки сразу отрезаем и закрепим сразу глазки промотаем крест-накрест восьмерочкой можно приподнять готово немного уводим монтажную нить назад и сейчас предварительно можно наши глазки немного окрасить черный цвет добавляем самую малость и переставляем крючок крючок немного более удобное для нас положение под углом и зафиксируем первым делом вторую монтажную нить для этого буду использовать нить от вивус белую в отличие от юни который сейчас я использую на врученную нить и фиксируем немного и отводим монтажную нить убираем бобинодержатель вообще назад излишки отрезаем и берем вторую нить нить также от вивус такая же крученая но уже тоже коричневого цвета и также фиксируем на цевье и проматываем все по направлению к загибу и все назад сейчас сейчас закрепляем и закрепляем Además с показываем Доводим примерно до вот этой точки, переведем немного вперед и закрепим следующий элемент, это латексная полоска от фирмы НИМФ, вот такая латексная полоска, такой кусочек небольшой и под углом отрезаем край самый и фиксируем на цвье и проматываем до той точки, где у нас остановилась, вторая монтажная нить с дополнительной коричневой ниткой, фиксируем этот кончик, латекс можно немного убрать в сторону и теперь нам понадобится даббинг, даббинг буду использовать натуральный кроличьи, такого зеленого цвета, чтобы придать немного темноватый, зеленоватый оттенок тела мушки, берем немного дабинга, переводим монтажную нить назад и формируем давинговую нить. ну и теперь формируем само тело мушки. еще добавим формируем 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 ну и примерно в этом месте остановимся. ну даже можно чуть-чуть еще добавить самую малость монтажную нить можно вести немного вперед. И приступим к формированию тела мушки. И в этом месте можем монтаж нить зафиксировать. И излишки отрезаем. И фиксируем немного получше. Сейчас монтажную нить коричневого цвета можно сделать финишный узел и удалить. Она нам пока не потребуется. И в дело у нас вход идет уже белая монтажная нить, которую мы заранее закрепляли. И начинаем потихоньку делать риббинг по телу мушки данной монтажной нитью. И при этом, как мы помним, у нас есть две коричневые нитки. Мы их сейчас разведем по сторонам. И монтажной нитью белого цвета мы будем закреплять сбоку с каждой стороны тела в нашу монтажную нить коричневого цвета. Иначе мы будем закреплять. Иначе мы будем закреплять цепочку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас предварительно получается уже вот такое тело мушки... Продолжение следует... 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 берем хвостовое пюро фазана выбираем примерно бородок 4 5 и отрываем отмеряем длину также до конца тела и фиксируем также снизу цепь я излишки отрезаем монтажную нить уводим назад первым ножкам таким и доделаем и закрываем еще немного до середины спинки примерно до этой точки закрываем еще все дабингом готово и делаем первый сегмент спинки берем наш латекс и закрываем спинку аккуратно делаем несколько закрепительных оборотов и наносим теперь дабинг уже с этой стороны концу чуть-чуть сейчас с вами немного поправим ножки точнее придадим им изгиб заранее такие ножки получаются немного назад и устанавливаем следующий элемент это крылышки выполнять будем их из рафии точнее швейцарской соломки коричневого цвета но предварительно мы наши длинные ножки берем назад перегибаем назад и закрепляем вот так готово теперь берем нашу швейцарскую соломку такая соломка и отрезаем буквально ну миллиметра 4 шириной полоску прикладываем в таком положении примерно такой длины и фиксируем на цве с одной стороны излишки отрезаем и то же самое с противоположной прикладываем и фиксируем вот такое положение излишки отрезаем можно торчащие элементы поубирать но они там сильно не мешают и теперь самую самую малость добавляем дайбинга чуть-чуть перед глазками самую малость даже много излишки можно чуть убрать закрываем следующий сегмент спинки перед глазками буквально несколько оборотов поправим соскочило переходим вперед здесь добавим также немного дайбинга чтобы сделать чтобы выделить немного головку мушки тоже совсем чуть-чуть стараемся не переборщить восьмерочкой между глазок промотали перевели монтажной нити под колечко и окончательно фиксируем латекс 1 2 3 перед латексом и отрезаем его и отрезаем его ну еще несколько закрепительных оборотов и установим еще один такой элемент это усики мушки выполняются они из бородок пера бронз маларда прикладываем бородки к мушки отмеряем длину длина чуть длиннее тела и аккуратно фиксируем немного разводим бородки по сторонам и окончательно закрепляем излишки отрезаем ну и теперь делаем смело наш финишный узел монтажную нить удаляем первым делом надо придать форму нашим крылышкам для этого мы их немного подрежем но так чтобы не повредить бородки других перьев такая очень кропотливая операция так что не применять для этого мы можем не проведать И с противоположной стороны также аккуратно. Возьмем даббинговый угол. И расправим ножки, которые у нас состоят из бородок, хвостового пера, фазана. Вот эти ножки, которые мы с вами заранее готовили. Также их подминаем немного назад. Получается такая вот у нас с вами история. Спасибо. 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 Далее возьмем коричневый маркер. Немного подкрасим крылышки. Более такой умный цвет коричневый. Так же подкрашиваем. спинку. Полностью ее закрашиваем. Немного добавляем на тело мушки сверху. Сначала чуть-чуть. И вот так вот придаем оттенок по телу. И дальше на сегментах делаем такие выраженные пятна. Далее вход уже идет у нас оэф-гелий. Саму спинку мы покроем гелем от гульф цвета амбар. Аккуратненько наносим на спинку. Сначала на один такой сегмент. Выделяем его немного. Фиксируем. Затем следующий сегмент покрываем. Фиксируем. Далее вход у нас идет также оэф-гель от фирмы Гульф. Финмен серия лака. Точнее геля для более тонкой работы. Наносится тонким слоем. Аккуратно. Удобно работать. И наносим этот гель сзади. Точнее сверху на тело. Нанесли чуточку. Теперь берем нашу даббинговую иглу. И эти сегменты как бы немного расчищаем. Убираем без лишних. Чтобы у нас оставалась такая выделенная сегментация. Так, сегментация присутствует. Фиксируем. Ну и остается совсем еще немножко. Сейчас поправим наши усики. Немного разведем по сторонам. И загибаем через даббинговую иглу. В принципе, получаются такие усики. Лежат они у нас вот так. Можем поправить ножки. Так он не нашел. И закончим наше дело нанесением лов-геля от фирмы GULF BLACKMAGIC на глазки мушки. 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 И с противоположной стороны. Мушки. 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 Готово.